Как на сегодняшний день реализуются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, о временных мерах поддержки безработных, о трудоустройстве граждан в условиях пандемии, расскажет гость нашей программы, директор управления Центра занятости населения по Адыгихабльскому району Дина Джамбекова. С ней беседовала Алла Качиева. Добрый день, Дина Мухамедовна. Сегодня мы будем говорить о временных мерах поддержки безработных по Адыгихабльскому району. Так, скажите, пожалуйста, первый вопрос. На сегодняшний день сколько состоит у вас безработных на учете по всему Адыгихабльскому району? И насколько изменилось это число со времен пандемии? Добрый день. На сегодняшний день в Центре занятости по Адыгихабльскому району зарегистрировано 120 человек. Эта цифра вообще в течение года колеблется. То увеличивается, то понижается. Естественно, во время пандемии, во время коронавирусной инфекции, во время распространения, эта цифра была больше. Но в данный момент сейчас она уменьшилась. И на сегодняшний день такое положение вообще. Расскажите, пожалуйста, о временных мерах поддержки безработных в условиях коронавирусной инфекции, в условиях пандемии. В целях дополнительных мер поддержки работодателей и граждан постановлением правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года номер 409 предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ, при участии граждан, зарегистрированных в целях подходящей работы в центрах занятости, и которых Центр занятости направляет на эти общественные работы. При этом хочу отметить, что в период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице. Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, которую мы пытаемся организовать, чтобы поддержать, оказать социальную поддержку для граждан, ищущих работу. Субсидия предоставляется в форме финансового обеспечения затрат. При этом возможно в форме авансирования в размере до 100%. Субсидирование предусмотрено юридическим лицам, за исключением государственных муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям, принявшим работника на общественные работы, которые направили Центр занятости, то есть по нашим направлениям. Общественные работы могут быть организованы по разным направлениям трудовой деятельности, и они не требуют специальной подготовки работников. Размер субсидий на частичную оплату труда работника одного работника в месяц равен величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды. Период занятости в общественных работах не может быть больше трех месяцев, то есть от одного месяца до трех месяцев. Кто имеет право на получение субсидий, кто имеет право участвовать на возмещение затрат? В первую очередь это те работодатели, у которых отсутствует просроченная задолженность по всем налогам и сборам, которые не находятся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства, у которых отсутствует ограничение денежных средств, находящихся на счетах в банках. Отсутствуют ограничительные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Все сведения о субсидии, все, что касается субсидирования, все размещается на официальном сайте управления службы занятости и на едином портале. То есть каждый имеет доступ и каждый может ознакомиться для того, чтобы принять участие в данном мероприятии. Отбор проводится службой занятости на основании заявок от работодателей в порядке очередности поступления заявок. Результаты отбора также размещаются на сайте и на портале. Для получения субсидии участник отбора направляет пакет документов в центр занятости. В свою очередь центр занятости рассматривает комиссионно весь пакет документов на соответствие критериям. И руководителям выносится решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидии. В пакет документов сюда входит заявление о предоставлении субсидии, выписка из единого государственного реестра юрлиц или индивидуальных предпринимателей. И самая главная справка об отсутствии задолженности по всем налогам и сборам. Это с налогового органа и с фонда социального страхования. Если пакет документов соответствует всем критериям, то заключается соглашение между работодателем и центром занятости. Это соглашение в обязательном порядке заключается при использовании государственной интегрированной информационной системы и электронный бюджет по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Это определенная типовая форма. После заключения соглашения субсидия перечисляется на счет работодателя не позднее 10 дня со дня заключения соглашения. С лицами, желающими участвовать в данном мероприятии, в общественных работах работодатель заключает срочный трудовой договор. Показателем результативности мероприятия является количество трудоустроенных граждан, направленных центром занятости на общественные работы, на сроки, предусмотренные данным соглашением. Работодателям в центре занятости населения по итогам работ предоставляется отчет о достижении результата предоставления субсидии, в том числе расходная ведомость по выплате заработной платы. Что касается центра занятости по Адыгихабльскому району, мы заключили соглашение с нашим местным ООО «Водоканал». Направили 14 человек на общественные работы. И в данный момент работы ведутся в продолжительность до конца декабря. Спасибо большое за эту полезную беседу.